Покупай ключи и аккаунты в магазине Механика. Быстро, четко и с гарантией. Ссылочка в описании. Всем привет, ребята! С вами Механик. Сегодня у нас GTA 5 и сегодня я подготовил для вас вот такой вот офигенный русский броневик. Вы просто посмотрите, насколько толста его броня. Броня крепка и танки наши быстрые, и он просто... Ну, посмотрите, насколько он действительно защищен. Сзади, я так понимаю, это отсек для бойцов. Вот эти вот бойницы сделаны специально для того, чтобы оттуда высовывать оружие и просто палить, палить по всем. Разрушить такой броневик, мне кажется, практически невозможно. Даже у него спереди. Посмотрите, вот эти мосты, насколько они защищены. То есть, остаются незащищенными только колеса. Хотя, судя по Газ Тигр, когда мы пытались пробить колеса, это было вообще непросто. Я думаю, здесь такая же ситуация. Колеса просто настолько крепкие, что их нереально пробить. Вот вообще нереально пробить. Но, как вы понимаете, тестировать такую машину все равно нужно. И я выбрал самое такое жесткое тестирование. Это тестирование на прочность. Сегодня будем ее взрывать, сжигать, стрелять по ней и так далее. И как конкурента для нее выбрал вот этот автомобиль, который, хоть и не является броневиком, но выглядит вполне себе внушительно. И полноценный броневик, собственно говоря, военный, который используется здесь в игре. А, кстати, подождите, а у нас же есть еще лимузин. Давайте еще лимузин сделаем. Тоже же бронированный есть лимузин. И даже, по-моему, джип есть бронированный. Я уже и забыл совсем про них. Так, давайте найдем седан. И так, 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 вот видите, броня, броня и броня. Ну, я думаю, что вот этот мой бронированный сделал. Он действительно бронированный? Да, он действительно бронированный. Короче, все, этого нам будет достаточно. В общем, начнем нашу проверку. Я думаю, что вот эта машина наиболее слабо защищена. И, как мне кажется, нужно начинать, наверное, с чего-то такого прям сразу мощного, то есть пулемет. Будем выпускать по целой обойме, то есть по 200 патронов в машину я буду сейчас выпускать. И будем смотреть на ее техническое состояние. Вообще, может она после этого передвигаться или нет. Или давайте вот так вот я пойду, типа, от седана до нашего броневика. Короче, погнали. Или по 100 патронов. А, подождите, ребят. Сразу, сразу еще, пока я не начал, напишите в комментариях. Вот сейчас поставьте видос на паузу. И напишите в комментариях, как вы считаете, кто из них будет крепче. Серьезно. Вот кто из них, из этих четверых, будет самый крепкий чувак. И я знаю. Ну, не то, что знаю, но я догадываюсь, кто будет. А вы напишите прямо сейчас. И обязательно, кстати, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, ребята. И если вы еще этого не сделали, вдруг сделали, то колокольчик тоже сделаете, короче. Ладно, все, погнали. Хватит болтать, давайте. Просто стреляю вот так вот. Как попадет, короче. Сто патронов практически. Сто. Сто патронов выстрелил. Появляется легкая задымленность. Но машина еще, так понимаю, едет, да? Да, машина едет, отлично. То есть, я ее сразу буду ремонтировать, чтобы она вдруг, если какая-то рядом взорвется, она не взорвалась. Погнали, еще сто патронов в этот броневик. Появляется легкая задымленность, но не более того. То есть, вы видите, да? Я стреляю по колесам, ну и хоть бы хны. Ой. Тут даже на 4 патрона больше потратил, но посмотрите. Ни колеса. Ничего абсолютно не повреждено. Вот это уже серьезный показатель. Вот это уже серьезно. Так, я думаю, это будет достойный конкурент нашему броневику. Погнали. Сейчас выпустим еще сто патронов вот сюда. Так, тут у нас простреливается все. В принципе, тоже переживает, смотрите. Сто патронов пережил. По-моему, даже лучше, чем... Лучше, чем лимузин, потому что он... Он не дымится. Да, пробило колеса. Но, слушайте, все-таки действительно это крепкая машина. И я не зря ее взял. Ну и теперь чисто формальность. Просто формальность для нашего броневика. Очень, думаю, просто он пройдет это испытание. Вообще. О, ничего себе, колеса простреливаются. Просто с одной пули прострелились колеса. И это, кстати, не прям уж хорошо. Да. И он задымился. Вот черт. Как бы он работает, но... Блин. Я ожидал чего-то большего, что ли. Я не знаю, ребят. Ну ладно, давайте дальше проверяйся. Возможно, это просто... Пулеметы неустойчивые. Ну, как бы вот эта даже штука, по-моему, лучше прошла. Ладно, все, хватит. Погнали. Будем тестировать, наверное, по гранате сейчас. Потому что граната наиболее такой легкий имеет. Легкие последствия. Ну, буду примерно сюда вот под машину бросать. Так, взрыв произошел. И смотрим. То есть, один взрыв. Один взрыв вообще нипочем. Один взрыв вообще нипочем здесь. Не, не знаю, давайте по два, наверное, взрыва, что ли. Потому что по одному только стекла вылетают. Ага, что-то потекло. Что-то потекло. Уже, судя по звуку, вон бензобак пробил. Ну, то есть, сейчас я ее взорву, получается, следующим выстрелом. Поэтому я ее починю обратно. Короче. Как вы понимаете. Либо надо вот так сделать. Просто три рядышком бросить. Смотрите. Раз. Два. Три. Все. Да, три она не выдерживает. Три для нее фатальны. Так, ну что. Давайте сразу сюда тоже три. Просто рядышком бросаю три и... Да ладно. Нифига себе, она тоже взорвалась от трех. Вы помните, сколько выдерживал Газ Тигр? Он выдерживал просто кучу. Кучу этих взрывов. Так, ну, наверное, здесь тоже самое будет. Тут даже с первого. С первого взрыва все сразу стало понятно. Блин. Получается, что мы все тачки сейчас взорвали, что ли? Они ни одна не выдержала. Блин, она реально ни одна не выдержала. Что же делать мне? Что же мне делать-то, а? Делать мне вот что. Делать мне нечего. Поэтому три взрыва сюда. Три взрыва этому господину. Да. Тоже не выдержал трех взрывов. В принципе, как и этот. То есть, по два взрыва они выдержали. Но, вы понимаете, что нельзя на этом остановиться. Поэтому спавним их заново. Так. Сейчас я быстренько их найду, отспавню. И эти у нас в разделе сав, по-моему, находятся. Так, а где они у нас? Или не сав? Я что-то не помню, где они находятся. Наверное, в оффроуд они находятся. Да, вот они. Так. Сержант есть. И погнали еще. Так, 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 так. Вот. Вот он. Вот он наш дорогой. В принципе, нам интересно уже только вот это сравнение. Потому что все остальное, ну, уже и так, можно сказать, понятно. Короче. Насчет гранат понятно. Теперь давайте попробуем выстрелы из гранатомета прямо в лоб. Вот сюда, прямо в моторный щит. В моторный отсек я буду стрелять из гранатомета. Бам! Пережил. Бам! Пережил. Но горит. Или нет? Нифига себе. Два выстрела и все? Серьезно? Проверяем сюда. Два пережил. Ну, то есть, один пережил. Два. Офигеть. Что же они хлипенькие такие? Слушайте, как же их тогда так проверить? А-а-а! Я знаю, как мы сейчас их проверим. Вообще супер легко. Короче. Мы спавним еще раз их же. Так. Погнали еще раз их заспавним. Это у нас получается оффроад. Так. Сержант. И так. И у нас еще сервис. Это у нас вот он, броневичок наш. Короче. Что я придумал? Мы же можем посмотреть, какая у них изначально, видите, тысяча жизней. И здесь тысяча жизней. Просто-напросто я сейчас выпускаю по одному взрыву, делаю в них. И все. И мы смотрим, сколько останется. То есть, тут тысяча и там тысяча. Ребят, это такой типа завершающий файнал тест. Прямо в лобешник. Смотрите. Бам. Ничего не горит, все отлично. Ну и сюда тоже, прямо вот в эту бронищу. Бам. После этого мы берем и просто проверяем, сколько. 850. 450, ребята. Понимаете? 850 осталось и 450, а было по тысяче у обоих. Ну, как бы тут все сразу становится, все становится на свои места. Эта штука хоть и потекла полностью, но она значительно крепче. 150 урона против 550 урона. Вот такие дела, ребят. Все, все как бы, все абсолютно точно, все без всяких. Ну, как, тут не может быть никаких слов других. Тут все понятно. И еще плюсом здесь колеса пробиваются, так что. Хотя дробовик, он переживает, в принципе, неплохо. Вот это может загореться только из-за того, что я стреляю дробовиком, а там из-под нее течет так нормально. Ну, короче, это уже все. Это уже немного бессмысленный тест, потому что ну, это и колеса не пробиваются вообще. Ну, просто совсем не пробиваются. Вот видите, 30 патронов из дробовика 12-го калибра и выпустил. А здесь... Здесь хватает одного выстрела просто, чтобы пробить колеса. Тоже вон там что-то потекло из нее уже. Все, она загорелась. Эта тоже загорелась, но я думаю, еще в нее можно сесть и поехать. А нет, уже не едет она. Все, та разлетелась. И эта разлетелась. И когда она разлетела, кстати, можно посмотреть, что там у нее в зале. Ну, как я и говорил, да, видите, то есть такие сиденья, типа. Сиденья для бойцов. И бойницы такие. Ну, прикольно на самом деле. Прикольный российский броневик. Там вон какая-то тактическая панель с монитором. Ой, слишком высоко. Короче, тактическая панель какая-то там с монитором. Что-то там показывает. В общем, как-то так, ребята. Вот такой вот броневичок получился у нас. Если вам понравился этот тест, то обязательно ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал и подпишитесь, и поставьте колокольчик, чтобы вы приходили уведомления. Потому что YouTube сейчас совсем что-то заглючил. Ну, ладненько. Короче, понравилось. Ставь лайк, пиши коммент. И всем пока.